Обмен по блату. Предприимчивый Екатерин Буржец организовал бизнес на бесквартирных горожанах. За солидное вознаграждение он обещал помочь людям получить без очереди льготное жилье. До финала, естественно, не доходило, но это не помешало бизнесмену заработать 8 миллионов рублей. Сегодня Эдуард Потапов предстал перед судом. Как уговаривал доверчивых и почему ему верили. История в деталях от Игоря Бунгина. О том, где бывает бесплатный сыр, сын Натальи, похоже, раньше и не слышал. Иначе вряд ли бы отдал полтора миллиона за трешку в Екатеринбурге. Впрочем, такова была цена не самих квадратных метров, а попадание в программу льготного приобретения жилья. Проводником туда согласился стать некий Эдуард Петров, у которого якобы есть связи в чиновничьих кругах. По словам мошенника, схема уже давно налажена и работает. Только вот не все знают о ней. Внушал доверие, ввел тем самым в заблуждение нас. Я спозицировал, что у него там есть знакомая в администрации города, которая поможет. По истечении двух месяцев я начала спрашивать, ну как наша квартира-то поживает. Он говорит, все нормально, все в порядке. Но ни денег, ни новой квартиры горожане так и не увидели. Таким же образом мужчина обманул семь семей. Со всех взял плату за квартиры по льготной цене. От полутора до двух миллионов рублей. Обсудил планировку и расположение. Но, как выяснило следствие, деньги шли не на жилье. Потапов преследовал цели личного обогащения. Вложил денежные средства потерпевших без их ведома в крестьянско-фермерское хозяйство, не собираясь в дальнейшем исполнять взятые на себя обязательства. Как по оформлению квартир и их продажи, так и по возврату денежных средств потерпевших в виде прибыли. Для подстраховки при передаче денег Потапов всегда брал расписку. По ней, если сделка не состоится, посредник должен был вернуть все полученные средства. Наши потерпевшие стали жертвой мошенника. Тем не менее, как правило, мошенники в таких случаях говорят о наличии гражданско-правовых отношений, что на самом деле не соответствует действительности. Потому что под тем, что они совершили, подразумевается именно уголовно наказуемое преступление. С этими доводами сегодня полностью согласился и суд. Эдуард Потапов отправился за решетку на четыре года. Впрочем, его защитники закрывать дело не собираются. Говорят, что будут отспаривать приговор. Дескать, осужденный был лишь посредником. А потерпевшие сами напросились. Судебные тяжбы продолжатся и для пострадавших. На основании этого приговора они теперь будут обращаться к мировым судьям, чтобы взыскать с Потапова деньги за виртуальные квартиры и программу. Игорь Бонгин, Дмитрий Килин. Главные новости Екатеринбурга.